СМИРЕНИЕ САМУИЛА СМИРЕНИЕ САМУИЛА Первая книга царств, 7 глава, с 12 по 17 стих. И взял Самуил один камень и поставил между массифою и между сеном. И назвал его Авен Езер, сказав, до сего места помог нам Господь. Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и до Гефа. И пределы их освободил Израиль из рук филистимлян. И был мир между Израилем и Амареями. И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей. И с года в год он ходил и обходил Вифиль, и Голгал, и Массифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Размышления, часть первая. Помог нам Господь. Первая книга Царств, седьмая глава, с 12 по 14 стих. Когда человек по мирским меркам успешен, он легко может оказаться во власти большого самомнения. Несомненно, гордость предшествует падению. Учитывая высокое положение Самуила в своем народе, а возможно и за пределами Израиля, он вполне мог бы возгордиться. Но остается невероятно смиренным. Самуил устанавливает памятный камень, напоминающий, что Израилю помог не он, а Господь. Самуил понимает, что он лишь инструмент в руках мастера и воздает ему соответствующие почести. Бывает ли у вас искушение присвоить себе славу за то, что Бог совершает в вашей жизни? Как это проявляется? Если так, то начните, как должно, воздавать славу своему Творцу и Господу. Размышления, часть вторая. Место, именуемое домом. Первая книга царств, седьмая глава, с пятнадцатого по семнадцатый стих. Если человек добивается успеха в бизнесе, финансовых вопросах, образовании и служении, его возможности для проповеди и других предприятий могут резко расшириться за пределы его родного города. Та работа, что лежала в основании, становится первой ступенькой на пути к более глобальным целям. Но, забывая о ней, мы рискуем отпилить сук, на котором сидим. Поэтому, для нас поучительно, что Самуил всегда приходил домой в раму. Стих семнадцатый. Здесь был его дом. И именно сюда он возвращался, чтобы продолжить свое служение, укрепиться через поклонение, отдохнуть и набраться сил. Можно сказать, что его глобальное служение утверждалось прежде всего на служении локальном. Где ваш дом? Есть ли место, которому вы готовы надолго себя посвятить, чтобы служить там, и быть источником благословений для тех, кому призывает вас Бог? Молитва. Отец Небесный, пожалуйста, избавь меня от поспешности, которая дает только чахлые всходы. Вместо этого научи меня, как важно долго трудиться на определенном месте, чтобы видеть, как ты работаешь в разные периоды, во время жатвы, прополки, отдыха и роста, чтобы через это еще полнее познать тебя. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. 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 Продолжение следует...